здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма peterson и я эдвард питер и я подумал ребята что в частности полигонов то есть лоу поле низкополигональное моделирование и hard surface я как бы уже более-менее освоился у меня есть наработки по тому как сделать ту или другую модель то есть какие инструменты использовать я вижу модель я вижу какие инструменты то в качестве сурфейса сапсу сурфейса то есть количество многих полигонов работать я еще как бы сильно не пробовал поэтому я объясню что мне заинтересовало не заинтересовал картон стиль то есть 3d картон стиль вот она в частности он очень много используется в рекламе видите у него особый стиль вот такой можно ручки использовать ножки и для меня он очень интересен тем что как бы я люблю когда весел он веселый такой знаете он веселый в то же время такой универсальненькие и мы с вами начнем буквально вот с таких простых вещей тут видите натюрмортик можно делать да это все в этом стиле сделано очень интересное можно фигурки делать вот посмотрите тоже в этом же стиле он напоминает иллюстрейтор немножко да видите он напоминает иллюстрейтор но то же время и не является особенно интересной фигуры вот я заметил что у них вот немножко так посмотрите сюда то есть удлиненные руки какие-то пластилиновые немножко пластилиновым да ноги и так далее то есть ну допустим мастерская фотографа до кресла и так далее вот тут лежит девочка и там смотрит свой iphone и вот так эти вещи выглядят и мне этот стиль но очень что-то зашел я думаю почему нет ведь все для этого есть компьютер есть желание есть польза от этого будет то что это можно выставлять на стоках как собственное вот и поэтому я вам предлагаю начать сегодня совершенно простого очень простого я подумал что может быть проще холодильник давайте он нам пригодится в интерьерах так значит первое что нам надо сразу эту штуку превратить subdivision surface вот скажем раз два три почему не берем шарик потому что шарик нам не годится у него нет не слишком вот полярные шапки треугольниками заполнены это нам нужно так вытягиваем с по за эту это вот так вытягиваем так переходим в рабочую немножко вытягиваем из и реку такой шириной у нас будет но естественно мы можем контрол-р сделать так контрол-р и его контрол-р этот так то же самое здесь сделать контрол-р потянуть вниз и здесь надо тоже контрол-р потянем вот сюда сделаем крышку более круглая такое может быть даже больше круглой так ну и можем еще по иксу с по иксу немножечко нет с по иксу ну что так придать ему старинного такого я еще застал холодильник кизил это нет а я да еще раз shift d вот забрали по игре куда вот так забрали отлично после этого можем сказать и нет п как отдельная штучка трючка теперь скажем е еда так и здесь скажем контрол-р чеки два штуки вот так мы с вами получили дверцу которая при любом раскладе уменьшить уменьшить так вот уменьшить я немножко бежи у 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 вот так дальше возьму 5 и здесь тоже сделаем дальше возьму 5 и здесь тоже сделаем как есть. Так, единственное, что мы можем вот это выделить. Все. Раз. Все, да? И сказать Ctrl-B. Таким образом расширить ее. Так. И теперь, взяв вот этот инструмент, Extrude. Здесь тоже надо Ctrl-R сделать. Вот здесь. И растянуть их по Z. Вот так. Теперь. Угу. Ну, теперь можно взять вот это. Угу. Вот так, да? И сжать это. Ну, теперь она хорошо сжалась. Все отлично. Мы сделали щель между морозилкой. Так, прекрасно. Далее ставим ее на место. Где она должна быть? Сверху удобнее. Где? По Y. Вот так. Ну, и теперь я сверху тоже посмотрю. Мне надо ручку сделать. Ручку я сделаю очень просто. Вот. Я возьму вот тут. Ага. 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 Сделаю полукруг и выведу сюда. Теперь объект. Пойдем в курву. Тут, наверное, много. 28 сделаем. Так. Дальше не текстуры, а геометрию. Тут есть вот эта штука. Вот так мы ее и сделаем. Саму ручку. Так. Перейдем в режим редактирования. А, вернее, сначала, прежде чем перейти в режим редактирования, мы с вами пойдем и скажем, что объект превратим его, конвертируем в мышь. Конвертировали. Переходим опять вот сюда. Так. Отлично. Давайте немножечко ее сузим. С. Вот так сделаем. И F. Закроем. Вот закрыли. Отлично. А здесь у нас с вами будет другая задача. Здесь у нас будет с вами задачка такая, что мы возьмем сейчас вот это и делаем побольше. Вот так вот поболее сначала. Так. Теперь вот это Ctrl R. Сюда. Так. Тоже, скажем, не этот и чуть больше сделаем. Вот так. Ну а далее вы знаете, как лучше всего делать. Ctrl B. Так. Закругление. Ctrl B. Нет. Нет. Ctrl B. Тоже закругление. Здесь. Ctrl R. Чтобы не было такого. Ну и здесь сделаем Ctrl R. Ctrl R. И смотрим, как она выглядит. Если нам все нравится, можем тогда этот объект поставить куда нам нужно. Ctrl G. Ctrl G. По Z. То есть, мне надо две ручки, по сути, немножко уменьшим. Слишком большая. Хотя, тогда в холодильнике были большие ручки. Не надо уменьшать. И верхнюю камеру тоже. Shift D. Поставили. По Z. Готов. Холодильник наш. Единственное, что вот здесь. Опа. Секундочку. Я не знаю, стоит ли здесь еще один делать. Ctrl R. Я думаю, да. Ну, в итоге у нас готовый холодильник. Так. Ну, сейчас мы с вами перейдем вот сюда. В Viewport. Включим вот эту галочку. Это отключим. Сцентр. Нам это не надо. Далее пойдем. Скажем. Или скажем. Ambit. Оклюжим. Что там. Рефлекция. Нам нужна рефлекция. Где они рефлекции у нас. Вот он. Screen Space Reflection. Нажали. Рефлекция. Где сделаем тоже 250 где-то. Вот так. Так. Ну, достаточно, наверное. Так. Ну, теперь можно покрасить, наверное. Сказать. Новый. Здесь где-то у нас металлик есть. С созданием 100%. Вот. Вот. Сейчас немножко уберем. Вот так. Хорошо. Ну, вот так. Хорошо. Ну, теперь сам. покрасить тут наверное будет проще ну а тут вы можете холодильник свой красить любой цвет естественно показать новый допустим красный удалили этот украсим теперь вот этот терял красный вот у нас теперь красный холодильник такие были так вопрос и нам надо его как бы сделать рендеринг хороший ладно сейчас сделаем так для рендеринга воспользуемся кейшот мне как-то удобнее с ним работать посмотреть только единственное что надо перевести его допустим в тот же самый экспорт OBG где у меня там находятся WCB Blender вот один так не помню как пишется пишем так пока так опа и неправильно я забыл кое-что сделать здесь делается так что вот это и вот это материал обязательно вот теперь можно пойти вот сюда импорт открыть его вот он наш холодильник все прекрасно можем его так отрендерить можем пойти допустим вот он наш любимый родной так ну я бы такой раз мог уже здесь металл где у нас тут подходящий хром скажу вот так хромированные ручки сделаем так потом посмотрим материалы посмотрим это что у нас тут рефлекшн немножко увеличен тут все нормально теперь сделаем следующее ну пойдем с вами в и посмотрим какое нам сделать отражение какими нам сделать отражение ну какое нас устроит более-менее отражение сначала посмотрим так сможешь крутить вертеть как хочешь допустим вот такое сделаем отражение отлично но вот это нам не надо посему мы пойдем color пока белой ну я бы такой чтобы я сделал около где-то вот такое вот такое color сделал так окей и что еще перейдем в image скажем лимитирование но изменим черный на такой какой-нибудь рыженький окей вот так сделаем немножко уменьшим красоту окей ну и готов холодильничек что нам так можем пойти в рендер выбрать то что надо я обычно беру 3840 на 261 достаточно и говорю что рендеринг так здесь ничего такого особого нет довольно таки быстро наверное будет хотя ну в принципе вы уже видите кстати если мы еще стоп скажем так здесь есть еще убрать убрать все теперь точно ну все ребята я сейчас рендеринг сделаю на этом мы и закончим окей он это и он он Продолжение следует...